Открытый диалог с Александром Непомнящим Наш эфир продолжает очередная встреча с Александром Непомнящим. Здравствуйте, Александр! Добрый день, здравствуйте! Я думаю, что всем нашим радиослушателям будет интересно узнать, что же происходит. Я имею в виду предстоящие выборы, какова ситуация, каковы тенденции движения. В общем, все, что касается предвыборных кампаний и так далее. Будьте добры! Да, мы еще не успели, предыдущую кампанию у нас уже начинается сейчас, не начинается, в самом разгаре очередная кампания, досрочные выборы в Израиле. Но, честно говоря, делать выводы пока рано, поскольку формирование блоков еще не закончилось, до тех пор, пока не будут поданы списки. Мы видим, как и на правом и на левом фланге, в общем, бурлит жизнь, но до тех пор, пока не будет окончательных союзов, трудно сказать, сделать какие-либо прогнозы. Однако несколько штрихов стоит сделать по возвращению на политическую сцену Ихуда Барака. Ихуд Барак, который, в общем, прошел достаточно длинный путь от умеренно левой, я бы даже сказал, в каком-то смысле левоцентриста, до радикального левака, поставившего, как бы, сделав во главу угла именно откровенную неприязнь к Натаньяу и такую критику, как бы, даже не столько конструктивную, сколько просто вот против Натаньяу by default, то, что называется. Ихуд Барак прославился, или, так сказать, остался в памяти израильтян, как человек, который был самым краткосрочным премьером. В общем, он пришел к власти после Натаньяу, победил Натаньяу в 99-м году и успел за полтора года своего правления вывести израильские войска из Ливана. Это было, так сказать, больше похоже даже на позорное бегство. В итоге, сделав Хизбалу не просто такой вот шиитской милицией на юге страны, а главной руководящей силой в Ливане, фактически сегодня контролирующей, подмявшей под себя весь Ливан, он пошел на очень далеко идущие уступки. Арама фактически отдал им все, включая храмовую гору и стену Плача под соглашение, которое он вел по Америке. И, по сути дела, он загнал в каком-то смысле Арафата в угол. То, что называется, как бы хотел сделать одно, получилось совсем другое. Арафат, который совершенно не собирался подписывать никаких мирных соглашений с Израилем, он уже не знал, что еще можно потребовать от Барака, потому что все, что он требовал, Барак ему говорил хорошо, мы согласны. И Арафату ничего не оставалось тогда делать, как развязать Интифаду, так называемую вторую Интифаду, самую кровавую из фактически войн, которая пережила гражданское население Израиля, в которой, в общем, приняли участие не только арабы иудеи Самарии и Газы, но и арабы Галилеи. И это привело к тому, что два десятка, больше двух десятков арабов Галилеи, граждан Израиля, было уничтожено и ликвидировано полицией израильской, и тогда были подавлены эти беспорядки. Ну, а война против армии Арафата продолжалась фактически несколько лет и закончилась уже только при следующем премьер-министре Шароне, который ввел войска во все крупные города Иудеи и Самарии, и, по сути дела, уничтожил тогда, де-факто уничтожил независимость, военную независимость автономии. Вот, к этому времени, вот, Барак уже потерял свою власть, проиграл выборы Шароном с Треском, и вот теперь он вернулся. Вот, однако, так сказать, ну, вернулся и вернулся, вернулся он уже на радикально левом фланге, то есть, если еще недавно, и он воспринимался как потенциальный партнер, возможный партнер Ликуда по коалиции, в общем-то, даже когда Барак возглавлял партию труда, в начале вот каденции нынешней Натаньяу в 2009 году партия труда даже вошла под руководством Барака в коалицию, собственно, не партия труда, а Барак расколол тогда партию труда и вошел в коалицию с Натаньяу, то теперь он вступает с радикально левых позиций, но говорить о нем сейчас стали в Израиле в своем другом контексте. Стало известно, что американский миллиардер Джеффри Эпштейн, которого в прошлом признали виновным в сексуальных преступлениях в отношении несовершеннолетних, которого на этой неделе вновь задержали, по подозрению, в торговле людьми для сексуальной эксплуатации, он выступал в качестве партнера и экс-премьера Худа Барака по инвестициям в старт. В 2015 году Барак учредил товарищество с ограниченной ответственностью, в котором владеет вроде как ста процентами акций. Это товарищество инвестировало в компанию Report Homeland Security, которая была зарегистрирована годом раньше, и он был вроде как основным акционером компании. В прошлом году компания сменила название на Carbin, но выяснилось, что подавляющая часть вложений исходила не от Барака, а от Эпштейна. Таким образом, Эпштейн фактически выступил в роли компаньона Барака. При этом, как я уже говорил, 66-летний Эпштейн был задержан в аэропорту в штате Нью-Джерси, когда он прилетел из Франции на личном самолете. И по версии обвинения, в период с 1999 по 2005 год, то есть на протяжении по сути лет, он приглашал к себе десятки девочек в возрасте 14-15 лет и просил оказывать ему платные сексуальные услуги. Как считает обвинение, Эпштейн знал, что девочки несовершеннолетние, более того, даже по мнению следователя, он специально платил им нечуточную добавку за то, что они приводили своих подружек. И во время обыска, проведенного в особняке миллиардера, обнаружилась огромная коллекция фотографий с обнаженными несовершеннолетними посетительницами. Поведение подозреваемого за фиксированное протокол, как заявил прокурор, вызывает шок. В 2008 году миллиардер уже признался виновным по делу о принуждении девушек к занятию проституцией, но заключил досудебную сделку и избежал судебного преследования по обвинению в шантаже. Он провел 13 месяцев в тюрьме, тогда как лицо, совершившее преступление на сексуальной почве, и выклатил компенсации девушкам, которые обвиняли его в принуждении к занятию проституцией. Но, в общем-то, наказание было в достаточной мере смягчено, поскольку по условиям сделки он 6 дней в неделю мог посещать свой офис в Майами. И это, в общем, вызывало тогда большую критику со стороны общества и было приписано его связям в политическом этаблишменте. Я бы сказал, что в немалой степени это было результатом работы Алана Дершевица, которого мы часто цитируем как защитника Израиля. Но Дершевиц такой вот известный демократ или вак, с одной стороны, и известный тем, что он защищает самых одиозных преступников и убийц, а с другой стороны, в последние годы он так активно защищает Израиль и выступает достаточно справедливо в каком-то смысле в защиту и Натаньяу, и Трампа, именно против их преследований, что, в общем, неоднозначный, скажем так, человек. И этот адвокат, в общем, тогда именно добился для Джеффри Эпштейна вот этих вот послаблений. Тут, к слову, всплывает еще один персонаж, тоже, кстати, американский еврей, Лесли Векснер, основатель и председатель совета директоров компании Victoria's Secret, небезызвестный. Эпштейн финансировал благотворительную организацию Векснер Foundation и руководил ее работой. И вообще они были очень близкие, друзья с Векснером. В свою очередь, фонд Векснера, вот этот самый фонд, который финансировал Эпштейн, который был партнером Барака, он финансирует, оплачивает программы по обучению, так называемые программы по обучению профессионалов с целью продвижения руководителей и повышения их квалификаций для израильтян. Иными словами, они берут израильских чиновников, обучают, это очень богатая и очень хорошо раскрученная программа обучения в Америке, повышение квалификации. Потом эти ребята приезжают в Израиль и занимают высокие посты. И, по сути дела, мы даже о наших передачах раньше уже упоминали, это фонд Векснера по сути дела действует как вот такой вот мощный рычаг дип-стейта израильского и государства в государстве. То есть вот израильская доменклатура, та самая, которая не подчиняется выборному руководству, которое мы избираем, политическому руководству, и которая делает в Израиле что хочет и, по сути дела, сегодня находится в прямой конфронтации с Натаньяо. Вот она выращена, возвращена вот этим самым фондом Векснера, который, в свою очередь, связан с Эпштейном, который, в свою очередь, связан с Бараком. То есть тут, в общем, сращивание очень сомнительных персонажей, мягко скажем, и дип-стейта, и левых израильских оно на лицо. В прошлом году журналист Ральс Сегар израильский сообщил, что в 2004 году фонд Векснера перечислил Бараку 2 миллиона 300 тысяч долларов, за что пытались добиться от Барака, за что же тебе передали такую крупную сумму денег. И так и не стало известно, утверждается, что Барак провел для них некое исследование. Сам Барак отказался комментировать этот вопрос и говорить, о каком исследовании идет речь. У него есть вообще богатый опыт уходить от подобных вопросов. Я напомню, что в 99-м году, когда он выиграл у Натаньяо выборы, он, а точнее, его помощники, один из них, Булжи Герцов, который до недавнего времени возглавил партию труда, они создали целую сеть организаций, псевдо-организаций, такие потемкинские деревни, из организаций, через которые прокачали, добыли огромное количество денег в обход закона о финансировании партий. И, по сути дела, Барак выиграл выборы в 99-м году благодаря тому, что использовал какой-то бешеный ресурс, непонятно откуда взявшихся денег. И, возможно, к этим деньгам имел отношение тот же самый фонд Векснера, возможно, имел отношение новый фонд Израиля, так называемый, тоже, так сказать, организация американских левых евреев. И когда в Израиле пытались разбирать эту ситуацию, так сказать, откуда приходили деньги, почему были нарушения закона, то герцог, Булжи Герцог, который был тогда распорядителем всего этого хозяйства, он воспользовался правом омолчания, дело в стиле на тормозах, и в итоге никто наказан не был. Ну, и вот теперь выясняется, что Барак в 2004 году, уже после того, как он потерял пост премьер-министра, получил от фонда Векснера больше двух миллионов долларов, и совершенно непонятно на каком основании. То есть мы понимаем, что это будет политическая оплата, так сказать, его деятельности в Израиле, запущенная американскими левыми, которые, так сказать, продвигают свою адженду, свою повестку дня в Израиле. Вообще говоря, Барак Рейпштейн подчеркивает, что они знакомы друг с другом еще с начала 2000-х годов, то есть еще до того, как всплыли истории о грязных делах финансиста Эпштейна, и вроде как, что делать? Ну, были знакомы, так сказать. Но в том-то и штука, что совместное предприятие, которое было организовано в 2015 году, уже случилось после того, как Эпштейн отбыл срок по обвинению в сексуальных преступлениях, и все эти истории вокруг него продолжали тогда клубиться. То есть, иными словами, Барак стал партнером и компаньоном Эпштейна уже после того, как стало известно, что Эпштейн — человек, мягко скажем, с сильно подмученной репутацией. Но Барака это, конечно, не остановило, потому что речь о больших деньгах. И вот тут как бы интересный вопрос. Барак — человек крайне левых взглядов, сейчас он занимает просто радикально левые позиции. Но человек, на самом деле, он абсолютно оппортунист, также в каком-то смысле очень похож на Либермана, поскольку принципов как таковых у него нету, а есть только желание, безудержное желание власти и ненависть к Натаньяу, потому что Натаньяу олицетворяет все, что они нет. То есть Натаньяу — успешный человек, а они, в общем-то, оба лузеры. Так вот, Барак, почему пресса израильская так активно подхватила всю эту историю, стала ее, ну не то чтобы муссировать, но продвигать, при том, что мы знаем, что обычно левая пресса израильская старается заминать истории, порочащие левых политиков, и развивать, и раскручивать исключительно истории, которые могут опорочить правых политиков. Тут есть как бы фокус. Дело в том, что Барак сегодня, который вылез на политическую авансцену, он рассматривается как серьезную угрозу не столько против Натаньяу, сколько в большей даже степени как угроза левым партиям, потому что его, так сказать, забег может закончиться провалом. Все-таки он не пользуется популярностью в обществе израильском, и по опросам максимум набирает на грани прохождения со своей партией в КНЕС. Зато, так сказать, понятно, что все его избиратели исключительно левые голоса, и таким образом он наносит вред и партии Белоголубых, и партии Труда, и партии Мерец. И, допустим, вот Яир Лапид, который один из лидеров партии Белоголубых, он уже, так сказать, выступил с совершенно разрушительной критикой Барака, заявив, что все эти голоса будут потеряны, что, в общем, на самом деле действительно похоже на правду, и что это разрушает левый лагерь. И в этом смысле становится понятно, что сегодня топить Барака даже стараются не столько правый израильский, сколько левый, видя в нем, так сказать, для себя большую опасность. Вот. Впрочем, все еще может измениться, и все еще может как-то на левом фланге переустроиться и договориться. Именно об этом я говорю, когда, подчеркиваю, чтобы делать какие-то прогнозы по поводу до второй половины июля, когда будут сформированы блоки, невозможно, сказать, спрогнозировать, хотя, конечно, ситуация хуже, скажу вам откровенно, чем она была в выборах три месяца назад, меньше, чем три месяца назад, когда было почти понятно, что правый побеждает. Вопрос был только с каким расрывом. Сейчас, на сегодняшний момент, по всем опросам, правые не набирают достаточного количества голосов, то есть получают меньше 60 мандатов, 61 необходимых для создания коалиции, а левые вместе с Эвиктором Либерманом набирают, соответственно, больше 60 мандатов, и как это все, к чему это все приведет, пока не ясно. На самом деле, на правом фланге тоже раздрай, точно так же, как на левом фланге появление бараков, носит смуту и сумятица в левый фланг израильский, предвыборный, на правом фланге тоже, так сказать, непонятная ситуация, есть очень много эго, как что называется, очень много эгоизма со стороны нескольких лидеров, это и Аелет Шакет, и Настали Беннет, и Маша Феглин, и Бецалиль Смутрич, и лидер партии «Игрейский дом» Рафи Перец, и партия Утсма, так сказать, самая правая, ну, с точки зрения политической, и, при этом, достаточно левая экономическая точка зрения, партия, в каком-то смысле их можно сказать, можно назвать последователями, сторонниками Равина Каханы, каждая из них, так сказать, пока, с одной стороны они все говорят, они все понимают, что, идя по отдельности, они пролетят все, то есть унесут безумное количество голосов правых просто в помойку, в канализацию, с другой стороны, сформировать один или два блока, пока мы не очень видим, что это им удается, потому что слишком много желаний, а кто будет первым, все хотят быть первыми, никто не хочет никому уступать, внутри есть, так сказать, как в детском садике, я с этим не хочу дружить, а я с этим не хочу дружить, и это все тоже не прибавляет оптимизма по поводу победы правого лагеря, но, опять же, подождем до второй половины, сейчас, может быть, мы находимся в такой стадии, когда каждая из маленьких партий набивает себе цену, и громко кричит о том, что она ни с кем больше сидеть на одном горшке рядом не будет, вот, но ближе к делу, когда нужно будет подать списки, они все вдруг, так сказать, возьмут себя в руки, будем надеяться, и сформируют один или два списка так, чтобы голоса не пропали, но пока что, в общем, сказать, что это сложно, и оптимистических прогнозов, честно признаюсь вам, я не вижу, вот, ну, как бы, а параллельно к слову, значит, даже если Натаньяу не удастся победить на следующих, предстоящих досрочных выборах, то уже на следующей неделе он по количеству времени, проведенным в роли премьер-министра Израиля, превзойдет Давида Бен-Гуриона и станет самым долгим, долго, как бы, долго работающим премьер-министром Израиля. И здесь, конечно, аналогии с Бен-Гурионом, основателем государства Израиль, они не только во времени, в продолжительности правления, но и в том, что действительно Натаньяу удалось с помощью политики и дипломатии выйти на уровень совершенно иной, нежели, так сказать, все предыдущие политические лидеры израильские, которые были между ним и Бен-Гурионом, и не, так сказать, не принижая достижений других известных израильских премьер-министров, следует заметить, что, конечно, по крайней мере, с моей точки зрения, Натаньяу сегодня не то, чтобы даже сравнялся, на мой взгляд, он и превзошел Бен-Гуриона в том, насколько важным формирующим оказалось его правление для Израиля, как много он сумел сделать, как сильно он сумел изменить Израиль, но Бен-Гурион вообще как бы из ничего его создал, Израиль, стал тем, который был первым премьер-министром. Натаньяу не был первым, но он совершенно по-новому переформатировал наше государство, изменил его статус в мире и, конечно, было бы очень печально, если бы ему не удалось, не удастся через настоящих выборов в сентябре продолжить эту динамику и ему придется уступить это место кому-то другому на сегодняшний момент в израильской политической системе. я не вижу ни одного человека из того уровня, который достигает Натаньяу. Но, опять же, поживем, увидим, посмотрим, что будет и, так сказать, уже начиная со второй половины июля сможем сделать более точные, может быть, более коммунистические прогнозы. Спасибо. Ну, а теперь о последствиях антиизраильской позиции лидеров демократической партии. Что так сказать? Да, перенесемся в Америку и там действительно происходит очень интересная вещь. То есть, мы уже не раз говорили о том, что нарратив, повестка дня кандидатов президента демократической партии все, она просто стала какой-то оголтело-радикальной. То есть, прогрессисты внутри демократической партии добились своего и то, что раньше считалось радикальным флангом демократической партии становится, не то, что консенсус, а это даже хуже. Это как в произведениях Ора в 1964 ты должен быть не просто поддерживать какую-то оголтелую ерунду, ты должен громче всех кричать, иначе тебя просто затопчут. То есть, людям, приехавшим из Советского Союза с опытом жизни в Советском Союзе, это все понятно, но это удивительно и страшно, что такие вещи могут произойти в совершенно демократическом государстве, буквально на ровном месте. Мы видим, как на наших глазах какой-то монстр из ужасов Хаксли и Оруэл, так сказать, из памяти Советского Союза в своем худшем проявлении, оно приходит в демократическую партию. Но это все не проходит даром. И вот есть такой миллиардер, он вообще американский миллиардер, но он считается израильским. Хотя речь идет о евреи, родившемся в Египте, жившем в Израиле, а потом сделавшем свою карьеру и свои деньги уже во Франции, а затем в Америке. Это Хайм Сабан, человек, который является миллиардером и входит в список Форбс. И, в общем, он известен тем, что он был едва ли не самым главным финансистом Хиллари Клинтона. Так вот, этот Хайм Сабан, который плоти от плоти, можно сказать, демократической партии, он заявил, что Сандерс это не что иное, как коммунист под маской социалиста. Между нами, говоря, так сказать, я не вижу большой принципиальной разницы между коммунистом и социалистом, потому что социалисты, на мой взгляд, коммунист, который претворяется. Но, тем не менее, для Хайма Сабана, видимо, есть разница между социалистами, которые хорошие, и коммунистами, которые ужасны. И он заявил, что, так сказать, Сандерс ни за что не получит от него денег. И на самом деле это знаковый момент, потому что Хайм Сабан не просто какой-то рядовой, как я уже сказал, жертвователь демократической партии. Это очень влиятельный жертвователь. И когда он что-то делает или говорит, на него смотрят и другие тоже. И в том числе, так сказать, он сказал, что он абсолютно не приемлет позицию Сандерса и Акасии Кортес по Израилю. Правда, он пытается их отбелить и говорит, что Акасия Кортес просто не понимает, о чем она говорит, что она говорит по незнанию. Я бы сказал, что это такая защита очень сомнительная, потому что если конгрессмен, конгрессвумен, Акасия Кортес говорит что-то, о чем она не имеет представления, это со слов Хайм Сабана, то какая же конгрессвума? Можно ли доверять другие вопросы, если она ничего не знает про Израиль? Так может, она и в других вопросах не очень сильно разбирается. Может быть, это не та конгрессвумен, нужна американскому народу. Тем не менее, он заметил, что позиция Кортес по Израилю неприемлема, а Сандерсон коммунист, поэтому денег от него они не получат. И еще одно здравое какое-то у него было заявление о том, что его очень сильно огорчает, что движение БДС, по сути дела, это штурмовые отряды демократов в кампусах, они же штурмовые отряды братьев-мусульман и Хамаса, они как бы не дают возможность людям, американским, американцам выразить свою поддержку Израиля. Его это очень огорчает. Хорошо. И в том же, так сказать, интервью, которое он дал, он, по сути дела, приветствовал действия президента Трампа в отношении Израиля. То есть, на самом деле, представьте себе, какая ломка внутри сознания. Человек, который финансировал компанию Хиллари Клинтон и, так сказать, человек, для которого Трамп был все самое худшее, что можно было сказать, и он вынужден, потому что, по факту, а куда деваться? Все-таки, видимо, Хайм Сабан не совсем пропащий человек, и он по-своему любит Израиль, ему мутит от того, что несут его любимые демократы об Израиле, и он вынужден признать, что все, что делает Трамп в отношении Израиля, это, так сказать, это супер, это действительно удивительно и здорово, и потрясающе, вот, и даже, если это доходит даже до таких публичных и значимых фигур, как Сабан, то, я думаю, что-то в головах евреев, американских, традиционно поддерживающих демократов все-таки происходит, и, на мой взгляд, это достаточно оптимистический момент, который может нас обнадеживать. Ну что ж, давайте мы сделаем небольшой перерыв, буквально несколько минут, пару минут, послушаем рекламное объявление, после чего вернемся и обязательно продолжим. Возвращаемся к беседе с Александром Непомнящим. Напомню, телефон в студии 847-400-5200. Александр, если не возражаете, давайте попробуем принять звонок. Давай. Добрый день, пожалуйста, вы в эфире. Здравствуйте. Уважаемый Александр, у меня вопрос, или, может быть, два-три вопроса будет о тех бесчинствах и ваханалиях, которые устроили ваши, то есть не ваши, а спасенные вами эфиопы. Скажите, пожалуйста, можно ли их привлекать к уголовной ответственности на том основании, что погибли люди, что они подвергали опасности других, которые вокруг находились, и, ну, всякие такие преступления, которые, ну, не относятся к политике? Это первый вопрос. А второй вопрос, у нас выступил один слушатель и сказал, что все это организовал и оплатил СОРОС. Вот у меня теперь вопрос, может ли Израиль требовать его экстрадиции, судить его на вашей территории? И второе, можно ли прекратить, ну, как сказать, заблокировать любые денежные потоки, исходящие от этого преступника в Израиль, для того, чтобы он не прекратил влиять на политическую жизнь и вообще на любую жизнь в вашей стране, потому что он, Израилу желает только зла? Спасибо большое. Окей. Вопрос понятен, и я сейчас отвечу на него, постараюсь ответить достаточно подробно. Мы действительно в наших передачах не коснулись, поскольку у меня в прошлый выход меня не было, мы не коснулись всей этой истории с так называемым эфиопским бунтом, но он не совсем эфиопский, сейчас я попробую объяснить, в чем дело. Давайте все по порядку. Во-первых, ответы на ваши вопросы. Нет, нельзя привлечь, так сказать, подромщиков, потому что, насколько я знаю, смертей не было, то есть не было погибших людей за их безобразие, а за хулиганство были арестованы какие-то люди, возможно, что они получат наказание с зажиганием машин и прочей вандализм. Нет, нельзя привлечь Сороса к ответственности, несмотря на то, что опосредован, действительно, это его деньги крутятся во всей этой истории, поскольку все это идет под маркой правозащитной деятельности, пока вот та правозащитная деятельность, а конкретно вот деятельность по разрушению, скажем, демократии в Израиле и в том же США, в тех же США, пока это является как бы не вынесено за рамки, как нацизм, то есть поддерживать нацизм сегодня это уголовное преступление во многих странах. Поддерживать так называемую правозащитную деятельность сегодня это как бы, ну, может быть, кто-то согласен, кто-то не согласен, но это не запрещено, и поэтому судить Сороса за это невозможно. И примерно на том же основании невозможно и лишить, перекрыть его финансовые потоки, которые он устремляет в Израиле. Вот, это можно сделать в стране типа Венгрии, где существует все-таки достаточно как бы сильный лидер во главе страны, попирающий в каком-то смысле демократические принципы, хотя и пользующийся популярностью в обществе. Вот, в Израиле с премьер-министром Натаньяу, это совершенно невозможная ситуация, Натаньяу действует абсолютно иначе. Теперь, что касается самого протеста. Значит, я напомню вкратце ситуация в небольшом городе на севере Израиля, Кирят Хаиме, полицейский не при исполнении служебных обязанностей с семьей стал свидетелем того, как группа подростков отбирает телефон у другого подростка и избивает того, у кого они отбирают телефон. Он попытался вмешаться. В ответ эти подростки стали бросать в них по камне. Он выстрелил, как он утверждает, выстрелил по инструкции не в них, а как бы в их сторону, так, чтобы не попасть, но отпугнуть. Но пуля срикошетила и убила одного из нападавших. Выяснилось, что у этого, так сказать, одного из нападавших убитого, у него до этого было 14 открытых дел в полиции. Он привлекался именно за бандитизм, за пулигранство. Его из-за этого не взяли в армию. Речь идет о молодых людях 19-18 лет. И сразу же на следующий день, вслед за этим, были организованы так называемые эфиопские бунты, так называемые потому что. Вот здесь нужно как бы немножко лирическое отступление. Во-первых, действительно, Израиль в 80-е годы в рамках секретных и очень сложных операций, мне кажется, даже когда-то я рассказывал об этих операциях, совершенно потрясающих. Если нет, когда-нибудь я расскажу о них подробнее, они заслуживают этого. Вывез из Эфиопии эфиопских евреев, так называемых. Это особая, совершенно, группа евреев, которые жили в Эфиопии на протяжении двух тысяч лет, ну почти двух тысяч лет, даже не зная, что есть какие-то другие евреи, кроме них. Они в конце 19 века узнали, что есть еще какие-то евреи в Европе и сказали, надо же, как велик наш бог, что он, так сказать, еще и других евреев создал. Вот, до такой степени. И вот этих людей Израиль вывез тогда из Эфиопии, в которой начиналась экономическая, так сказать, разруха и была угроза того, что, так сказать, их могут в общей куче этих наших братьев эфиопских порезать и помочь. Вот, и, в общем-то, с ними все хорошо. То есть, одни приехали в 70-е годы, другие в 90-е годы. Они как-то, так сказать, интегрировали в израильскую жизнь. Те, кто приехали в 70-е годы лучше, те, кто в 90-е хуже. Но, в общем, понятно, что, в общем, разрыв ментальный и цивилизационный он был достаточно велик, потому что их привезли все-таки не из Западной Европы, привезли из Эфиопских на горе. И, может быть, они там, прямо, скажем, они не сидели там на деревьях, это было тоже, там была элита своя интеллектуальная и так далее. Но все-таки у них не было такого образования, как у людей, приезжающих, скажем, из Советского Союза. И у них заняло время, так сказать, войти в общество. Но, тем не менее, они тоже достигли успеха и, так сказать, в тех областях, где не требовалась, так сказать, хорошая школьная образовательная подготовка, они очень даже преуспели. Другое дело, что уже после 90-х годов возникла следующая ситуация. Возникли племена, которые стали утверждать, что они тоже были потомки евреев, но они перешли в христианство под давлением среды, но они тоже, в общем, как бы евреи, тоже их надо спасать. И вот здесь Израиль совершил ошибку, а может быть, даже это была не столько ошибка, сколько, ну, немножко, так сказать, чуть-чуть конспирации, происки, так сказать, тех сил, которые стараются всеми силами разрушить еврейский характер государства Израиля. Так вот, утверждалось, что надо их тоже спасать, их привозили сюда, и вот здесь надо как бы объяснить, есть в Израиле закон о том, что евреи и потомки евреев могут приехать в Израиль, но, если еврей или потомок евреев, даже еврей, перешел в другую религию, и на вопрос, кстати, чиновников израильских говорит, да, я не еврей по религии, я христианин или мусульманин, то он лишается права на возвращение, он лишается права получить автоматически израильское гражданство, потому что, окей, ты сделал свой выбор, как бы, мы тебя не неволим, но если ты сделал свой выбор, то это все, это твой выбор. Так вот, все эти племена, они были по определению христианами, и они не подпадали под закон о возвращении, они не были родственниками, опять же, да, если речь идет о родственнике, то есть, с длительной семьи, то его не проверяют, как бы, приезжает еврей, у него жена или муж не еврей, и как бы, они могут быть христианами или мусульманами или кем-то еще, они получают гражданство израиля по факту того, что они родственники гражданина. Так вот, эти самые племена, они не были ни родственниками, ни евреями, по вере. Их привозили, как бы, специальным указом в обход закона о возвращении из гуманитарных соображений. И вот, эти люди, в общем, как бы, достаточно далеки от еврейского самосознания, в отличие от бета-Исраэля, от эфиопских евреев. И поэтому они стали рассадником, или, так сказать, благодатной почвой для левых, леворадикальных организаций, насаждающих среди них вот то самое, что у вас называется Black Lives Matter и прочая вот эта всякая ерунда, когда объявляется о том, что белые привилегии, белые расисты, белые угнетают черное население, черные должны получить там кучу денег и компенсации за то, что они были рабами 400 лет назад. И надо всячески громить американское государство, когда задача, мы понимаем, это задача неамарксистов, как и раньше, весь мир мы разрушим до основания, чтобы потом построить свой. Раньше пытались разрушать его с помощью социально слабых или экономически слабых слоев, а теперь с помощью всех, так сказать, кого можно увлечь. И в этом смысле израильские вот эти самые привезенные сюда эфиопы, которые даже, собственно, не являются евреями эфиопскими, они стали очень благодатной средой, и они стали участниками этих погромов и бесчинств в Израиле, в первую очередь, а вместе с ними нелегалы из Эритрии и Сомали, которые вообще как бы сбоку припекают, здесь ни при чем, а вместе с ними еще куча левых, и поэтому на демонстрациях тех, которые на фотографиях, сейчас же у всех социальные сети, у всех телефоны, все сразу видно, на этих фотографиях часто вообще не видишь темных лиц, то есть сплошные белые, известные нам лица, персонажи, активисты радикальных левых организаций. Поэтому, когда общество израильское было справедливо возмущено всем этим протестом, самое неправильное было выливать свой гнев на бета-Исраиль, на вот этих, так сказать, евреев, эфиопских евреев, которые, в общем, там, по большому счету, их там практически не было. Это был чисто левый замес с целью, так сказать, внести смуту в Израиле, как у вас, вот, с этими всеми Black Lives Matter, и действительно, это делали организации, которые получают деньги из нового израильского фонда, то есть от Сороса. Вот. Но, к сожалению, поскольку все это происходит по линии правозащитной деятельности, защиты прав, поди докажи сейчас, что в Израиле нет расизма, и что эти люди, которые вообще не имеют права быть в Израиле, по большому счету, особенно нелегальные трудовые мигранты из Эритрии и Сомали, что они вообще, так сказать, если им что-то не нравится, пусть валят обратно к себе. Но это сегодня не мейнстрим, это сегодня вне консенсуса, вне достаточного консенсуса, по крайней мере, поэтому, конечно, запретить эту деятельность в Израиле абсолютно невозможно. Спасибо. Ну, а теперь вот такой вопрос. Станет ли Иордания государством палестинских арабов? Да, на самом деле, в общем, это как бы это то, к чему может привести или могла привести сделка века Трампа, если бы все пошло так, как бы мы хотели. Но прежде чем развить эту тему... Александр, давайте прежде чем развить эту тему, давайте попробуем принять звонки, ответим, и потом вернемся к этому вопросу. Хорошо? Да. Добрый день, пожалуйста, в эфире. Добрый день. История с эсиопами 2000 лет назад приняли иудаизм, и пинули иудаизм. Это вопрос такой очень спорный, дела до него минувших дней. Был недавно в Израиле, меня поразили не эсиопы, кстати, их там очень много и не видел, как пару лет назад. Но, когда мы гуляли по МИИ, меня поразило, что по центральной улице гуляли толпы, так сказать, бывших российских граждан, что, в общем-то, это хорошо. Но, те имена, что я там слышал, были, причем они называли себя Тарасы, Оксаны, Никоды, вот как эти ребята, которые не то, что 2000 лет назад, а 50 лет назад, их родственники через Бандеру нас убивали. И вот как они сейчас такими толпами попали в Израиль. Вот это неинтересно. Вы можете это объяснить? Да, я вполне могу вам объяснить. Дело в том, что, снова, закон о возвращении позволяет любому человеку, еврею или его потомку, вплоть до третьего колена, то есть внуку или внучке, соответственно, еврея, со своими родственниками, со своей семьей, то есть женой, мужем там и детьми, получить израильское гражданство. И напомню, что Советский Союз был страной, в общем-то, где население было ассимилировано еврейское. И, так сказать, вот люди, которых вы встречали, это третье или четвертое или даже пятое поколение потомков евреев. И чем выше экономический уровень Израиля, чем богаче Израиль и лучше здесь жить, и чем сложнее жить, скажем, на той же Украине, тем больше желающих ощутить себя, ну, ощутить я в кавычках, с сарказмом говорю, ощутить себя евреями. Эти люди, приезжая в Израиль, ведут себя по-разному. Одни вживаются в израильскую культуру, принимаются, становятся гражданами Израиля не только по факту, но и действительно частью израильского народа, формирующегося здесь. И как бы этот процесс, который, как мы знаем, например, по Америке, иммиграция в Америку, так сказать, из стран Европы, она, в общем-то, в значительной мере, так сказать, продвинула американскую культуру, американскую мощь и так далее. Так вот, с одной стороны, это хороший процесс, другое дело, что действительно приезжают люди, которые используют вот эту свою, так сказать, своего дедушку или там даже прадедушку как способ передвижения, но ни в какой мере не хотят принимать идентификацию израильскую. И не будем забывать, что Израиль национальное государство, а не государство всех его граждан. Это важно, потому что евреев свое собственное единственное государство, они не собираются превращать его просто в страну всех желающих иммигрантов. Так вот, проблема с людьми, которые не хотят, приехав сюда и получив гражданство, как бы признавать или принимать израильскую ментальность, израильскую самоидентификацию. Они хотят, более того, среди них встречаются люди, которые переносят свое неприятие на евреев, которое у них было, я не знаю, по каким-то своим внутренним проектам, переносят на религиозных евреев. Ругать в Израиле евреев как таковый, или говорить о том, что ты ненавидишь евреев, понятно, что глупо и ты создаешь себе кучу проблем. Но они быстро понимают, что, например, в Израиле можно ругать религиозных евреев. И вот эти люди как раз и пополняют идти в партии, как партия Виктора Лебермана, Наш Дом Израиль, или партия Лапида, которые поставили на свои знамена именно ненависть к религиозным евреям и к еврейской традиции как таковой. И вот это действительно очень печально. Но, чтобы изменить эту ситуацию, нужно было бы изменить закон о возвращении. В сегодняшнем раскладе Кнессета это очень сложно, учитывая те силы, которые, опять же, прилагают все возможные усилия для того, чтобы сделать Израиль ненациональным государством, разрушить национальную составляющую государства Израиль, справедливо считая, что разрушив эту национальную составляющую, будет проще разрушить Израиль как таковой. Так вот, эти силы сегодня достаточно сильные в Израиле, и бороться с ними сложно. Поэтому они будут готовы привозить племена из Эфиопии, целые деревни из глубинки украинской, и так далее, лишь бы только разрушить еврейскую самодентификацию. Вот поэтому закон о еврейском характере государства Израиля вызвал такую бешеную ненависть и неприятие на левом фланге. И, в общем-то, вокруг него было построено, должно было быть построено дальнейшее, как бы правительство, которое не сложилось из-за того, что Либерман это сорвал, оно должно было продвигать именно эту повестку дня. К сожалению, мы знаем, что вместо этого мы пошли на дополнительные выборы. Давайте попробуем, Петя Александрович, звонок. Добрый день, пожалуйста, в эфире. Алло. Да, пожалуйста. У меня к вам такой вопрос. Несколько лет назад я слышал, что очень известный талантливый изобретатель, тоже как и вы, пермяк, Семен Лицын, обещал в 17-м году, что вот будут или быстро очень заряжаться машины электрические и эти айфоны, но вот уже 19-е, что-то этого пока нет. Вот что вы слышали об этом? И есть ли какая-то надежда, что вот эти именно Израиль станет родиной, ну, такой революции технической? И второй вопрос у меня, вот я смотрел новости, там сказано, что за только первые полгода экзиты, ну, стартапы израильские составила 15 миллиардов долларов. Это огромная сумма, но подавляющее большинство этих сортапов покупают за рубежом. Экзиты идут за рубеж, в основном в Америку, в Европу. Не похоже ли это вот как, знаете, вот у них проблема с хлебом, пусть едят пирожные, что израильская экономика вот питается пирожными, а с хлебом напряженка. Или, например, забивать гвозди микроскопом вот продавать такие очень продвинутые стартапы. Есть ли такая надежда, что правительство, ну, я не знаю, как, что-то сделает для того, чтобы в Израиле свои такие крупные компании возникли, и чтобы, ну, даже не половина, но хотя бы значительная часть этих экзитов была, осуществлялась внутри Израиля. вот такой вопрос. Окей. Во-первых, по поводу Семена Лицына, я его спрошу. Я тоже помню, что он рассказывал о таком проекте, которым он занимается, по созданию быстрой зарядки для телефонов или, так сказать, вообще быстрой зарядки аккумуляторов электрических. Я не помню, что, так сказать, речь шла о том, что уже в 17-м году это появится, но я попробую его спросить, узнать, есть ли какое-то продвижение с этим проектом, что возникли какие-то технические трудности, возможно, что этот проект закрыт по каким-то причинам. Я подробности не знаю, попробую выяснить. Теперь по поводу стартапов и вообще всего, и пирожных. Во-первых, действительно, вы точно отметили проблему Израиля, как я ее вижу, состоящую в том, что, в общем-то, сегодня Израиль состоит как бы из двух Израилей. Один Израиль, это вот весь такой супер-мега продвинутый Израиль 22 века. Израиль, который сориентирован на высокие технологии, где все стандарты подогнаны под самые высокие международные требования. И люди, которые в этом во все влечены, это вот, кстати, цвет технологической элиты и создающие стартапы с очень высокой эффективностью и продающие за большие деньги. А второй Израиль, это как бы весь остальной Израиль, как бы, ну вот все, что касается обслуживания, сферы обслуживания, строительства, производства каких-то низкотехнологического производства и так далее. Он в каком-то смысле застрял где-то в 60-70-х годах и там и находится. Это, конечно, совершенно неправильно. Поэтому иногда даже удивительно, что страна, в которой поставляет высочайшие технологии по всем мире там какую-нибудь ерунду, какую-то детальку найти или сделать невозможно там. Тем не менее, это так и есть. И я думаю, что только время может исправить эту ситуацию. То есть сначала, когда хай-тек в Израиле только зародился, там где-то во второе веке 90-х годов, кстати, во многом благодаря тому, что в Израиле прибыли сотни тысяч высококлассных и образованных инженеров и программистов вообще ученых из Советского Союза тогда. Так вот, тогда израильские предприниматели, они создавали стартов, быстро-быстро продавали его, допустим, в Америку и радовались тому, что заработали на этом несколько десятков миллионов долларов. А американцы покупали эти стартовы, дорабатывали немножко их и потом продавали уже друг другу за миллиарды, ну или за сотни миллионов. И прошло, прошли десятилетия. Израильтяне тоже научились доводить немножко дома. То есть, в общем-то, израильский такая вот часть ментальности характера израильского, дайте мне сложную задачу, я ее быстренько решу, примерно. То есть, придумаю идею, как решать. А вот дальше, там, где как по-японски нужно сидеть, аккуратно работать, что-то доводить до ума, это уже мне неинтересно, мне уже скучно, я уже хочу, дайте мне вот мои деньги за идею, а сами там можете ее доводить потом до совершенства. Вот, сейчас все-таки ситуация изменилась. Стало больше денег внутри страны. И опять же, инвестиций. И уже возникло такое ощущение, что окей, хорошо, мы придумали хорошую идею, мы ее, конечно, можем сейчас продать за 300 миллионов, но давайте еще поработаем несколько лет и продадим уже за несколько миллиардов. И поэтому вот эти вот пулы, экзиты, они тоже стали больше в Израиле, и они растут с каждым годом. Как бы, можно ли создать ситуацию, при которой все это будет покупаться Израилем, внутри Израиля? Это все-таки сложно, не будем забывать, что Израиль совсем небольшой, и масштабы, несравнимы с масштабами Америки. Но процесс такой идет, по мере накопления жирка, опыта, денег внутри страны. И правительство, как раз у меня претензий к правительству нет, потому что правительство создает благоприятный климат для внутренних инвестиций, для развития вот этого самого технологического Израиля, для продвижения Израиля 21-22 века, было бы неплохо, конечно, еще взять с собой остальной Израиль, подтянуть туда из 60-х годов, 20-го века. Но это пока, так сказать, происходит медленно и со скрипом, но происходит, опять же. Поскольку вот Натаньяу тем и отличается от многих других кандидатов на постпремьер-министра, что он как бы он тянет Израиль вот в европейскую, в западную, к западным стандартам, к американским, европейским, канадским. Все остальные потенциальные лидеры это люди с мышлением из местечка, местечковым мышлением и, так сказать, ощущающие себя представителями третьего мира. И это ужасно опасно и обидно будет, если они, так сказать, в итоге сумеют сковырнуть Натаньяу и мы снова, так сказать, Израиль покатится из своего 22-го века, куда он засунул, по крайней мере, хотя бы нос свой, вот, покатится обратно в 60-е годы века 20-го. Вот. Но пока процесс идет положительный, есть проблемы, есть сложности, например, очень скоро возникнет нехватка в качественных программистах, потому что выходят на пенсии люди, которые приехали из Советского Союза и дети, которые получили там хорошее образование в московских, в ленинградских и других новосибирских спецшколах, которые приехали сюда уже, так сказать, заряженные, вот, они тоже выйдут еще там через 10-15-20 лет на пенсию и будет ли у них достаточно, как бы, замещения, будет ли в Израиле подготовлено достаточно количество кадров, это вопрос, этим занимаются, в общем, в этом направлении как правительство старается работать эти действия, но посмотрим, как будет дальше. Спасибо. Добрый день, пожалуйста, вы в эфире. Алла? Да, пожалуйста. Я вам задал до этого вопрос, и вы мне на него не ответили, то есть сказали, что да, там до третьего поколения, я слышал эти ответы, основные много раздаются в Нью-Йорке, да, возможно, у них там было третье-четвертое поколение, где-то дедушка был, дедушка жил соседом, которого во время войны он правда не успел убить, эти вещи. Вы не понимаете одну вещь. Самое страшное то, что вы объясняете, самое страшное, если Израиль не останется еврейской страной, Израиля не будет. Ему не будет помощи, и это будет вообще совсем другой мир. К этому идет в Израиль, мы через это пошли в Америке, мы приехали, у нас была еврейская комьюнити, мы до друга уважали. С 1994 года у нас даже не называется сейчас еврейская комьюнити, это считается как бы плохо, политика неинкорректа. О, Ярашенко, комьюнити стало. Вы хотите, чтобы это стало у вас в Израиле? Честно отвечу, да или нет. Когда вы говорите об американском еврействе, то там ситуация, как сказал один из наших министров недавно, действительно похожа на катастрофу, потому что смежные браки достигают примерно 70%, и опять же, для каждого конкретного человека это не катастрофа, он просто находит себе пару, так сказать, по любви, и все замечательно, и хорошо, и правильно, но с точки зрения, так сказать, еврейской комьюнити, американское еврейство исчезнет очень скоро и очень быстро, останутся очаги вот религиозных, ортодоксальных евреев, живущих как бы своими закрытыми общинами, а, так сказать, светское, реформистское, консервативное еврейство, скорее всего, в общем-то, перестанет существовать как евреиство. Люди останутся, но они уже будут полностью ассимилированы. Идет ли такой процесс в Израиле? Нет. Этот процесс не идет в Израиле. То есть, в Израиле происходит обратная ситуация. Все-таки здесь еврейское государство, и оно потихонечку перерабатывает люди, которым совсем здесь плохо, которые некомфортно среди евреев, они отсюда уезжают рано или поздно, они здесь не задерживаются. Те, кто остаются, они становятся израильтянами и евреями. Это просто требует времени. Иногда, когда приходит большая волна, то сложно сразу, так сказать, кажется, что все изменится. Действительно, Израиль меняется, но любое государство, которое живет активно, оно все равно меняется. Поэтому не в том проблема, что в Израиль приехали потомки евреев, которые далеки от еврейства. Проблема в том, чтобы они не остались такими далекими, а, так сказать, стали частью израильского народа, или же просто оставили Израиль. Как это будет, во многом зависит от израильтян. Я бы, конечно, хотел, чтобы они стали частью народа, и, так сказать, те, которые не готовы и не способны, чтобы уехали отсюда. Александр, к сожалению, времени больше нет. Мы, может быть, вернемся к этой теме чуть позже, в следующий раз. Спасибо огромное. Спасибо. Спасибо.